Йо-хо! Всем привет! С вами сталкер Аномалий! Если кто-то спросит, где же Мизери, а я скажу, что... Если вы за ним следили... Хотя, не знаю, кто следил-то, нет... Я... Затерялся в зоне. Это значит, что я дошел до определенного момента... Когда я уже не смог продолжать играть. Мы это обсуждаем в самом начале. И поэтому, чтобы дабы не страдать фигнё, поскольку всю игру мы первую проходили... Сюжет мы знаем, а новое там только, ну, в основном графика, ну, и, может, чуть-чуть изменения. Более хардкорный режим. Нам это не особо интересно. И поэтому мы начинаем с сталкер Аномалии. Настройки у нас какие есть? Смотрите, тут офигеть настроек. Графика, R3. Я даже не знаю, он будет с R3 работать или опять выкинет. Надо будет разбираться. Шлем, маски, вот видите. Эффект течения. Лучше эффект отдачи, облучения. Ужас какой. Частота. Часто. Длительность 6 часов. Длительность облачно. Офигеть. Тут всё настраивать можно. Ночь. Я пытался посмотреть, что тут есть, но тут, смотрите... Это вообще жесть, это... Я даже не знаю просто. Поэтому я особо здесь не маялся. Пусть стоит, который есть, мы просто её начнём. Я ещё могу гугл группировку выбрать, в фигасе. То есть я могу быть сталкером обычным. Отношения, грудолка, чистое небо, монолит, учёные, бандиты, военные наёмники. Ну, мы можем выбрать, допустим, наёмники. И тогда мы будем все, кроме наёмников и свободы. Мы можем выбрать, допустим, чистое небо. Девять. И вы кто, военные? Агент ТСБУ, долг и учёные. А ты кто? Кто ты? Я не знаю, кто ты. Мне нужен генератор случайных цифр от 1 до 9 сейчас. Один момент. Сейчас мы посмотрим, что он скинет судьба. Я попрошу его случайное число, количество чисел от 1 до 9. Итак, раз, два, сгенерировать. Один. Подождите, давайте ещё раз. Ну, хотя, блин, он стандартный мне предлагает. Я не хочу стандартный. Ладно, давайте ещё раз. Всё. Вот я обновляю. Говорю от 1 до 9. Просто я не понял, обновился или нет. Говорю генерировать. 9. Не знаю, кто это, но давайте имя. Кто это? Фанатический религиозный культ. Приверженцы, которые враждебны ко всем остальным группировкам. Несмотря на уничтожение осознания и на следующее падение группировки, некоторые, некоторое время спустя, собравшиеся с силами, они отбили свои территории назад. То есть, я просто буду против всех. Я даже не знаю, про чё она. Стартовый набор вообще не меняется, да? Нет, меняется, смотрите, меняется броня. Ага. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, буду ли я это играть или нет. Ну, а мы попробуем. У нас будет броня дополнительно. Очки имеются. А, контейнеры для артефактов. О, это чё, что ли, мод мизери какой-то? Я чуть не понял. И что я могу сделать? Как это перекинуть в себе? Оно не двигается, ладно. Сюжетный режим. Жизнь после жизни. Чё это такое? Смерть это ещё не конец. Как демон Азазель, вы получите после смерти новое тело. Ваша душа переместится в случайного сталкера, который действительно существует в зоне. Если у вас есть напарники, вы станете одним из них. Эта опция хорошо дополнит режима дна жизни или выживания. В данном режиме для просечения открытых... А, ну типа просто... А, всё будет свободно. Свободный мир, свободные путешествия и так далее. Угу. Стойте. Давайте начнём отсюда. Не знаю, будем начинать заново или нет, но как пойдёт. Нет, открытая зона. Ну ладно. Война группировок. Данный режим представляет функцию Alive. Полный Carn Blanch, который делает события в зоне по-настоящему динамичными. Факции, контролирующие территорию и базы в зоне, меняются в зависимости от событий, соответствующих... Ага. Медики, торговцы. Вы сможете управлять своей группировкой и помогать ей членам захватывать территорию. Ну прикольно. А, ну это не может быть сюжетным, да? Сложность игры, конечно, тяжёлая. Экономика. Так, сложность экономики оказывает большое влияние на жизнь зоны и различные аспекты, которые влияют на достижение игрока. Различные аспекты это цены при покупке, продаже и ремонте, снаряжении, увеличении... Ага, и заработка репутации. Вы можете в любой момент. Ну пусть будет турист. Я не хочу особо заморачиваться. Количество жизни и что это такое. А, дополняет её. То есть, если ты хочешь хардкор, можно выбрать все жизни. И если столько-то раз убрём, игра все удалит сэйвы. Классно. Угу. Нет. Ну, давайте. Я вот не знаю, что с этим делать. У меня будет пистолет, ножик, КПК и... Или это то, что могу использовать. Я вот не знаю, если честно. Ну давайте попробуем. Я не знаю, будет что не будет. И начнём. Раз нам выпал монолит, попробуем сыграть монолита. Такое ощущение, что я чё-то подобное пытался играть. Смутное ощущение. Сейчас самая проблема. Чтобы он загрузился. Потому что я поменял директ. Ну, для лучшей обработки. Потому что он по умолчанию никакой не ставил. И я не знаю, примет он его или нет. А нет, принялся. Отправляетесь на охоту или зачистку территории от представителей местной фауны. Не заб... А, отправляетесь. Ага. Не забывайте о том, что у некоторых мутантов свои биологические часы. Классно. Спасибо, что закрыл. По мере увеличения вашей репутации торговцы будут предлагать вам более сложные задания для выполнения. Самый прикол, что мы начали за Монолит. Сразу в Припяти. Интересно, какой у нас будет сюжет? Тупо отрывать все наши зоны или что? Убить стрелка? Которого мы убивали сотню раз. Или что еще? Чем они могут нас удивить? Чем нам может еще удивить загрузка, вы подумайте. Она все еще идет. И почти готова. А некоторые моды сталкера просто жесть по загрузке. Но возможно то, что он подгрузывает в основном всю зону. И все остальное. Загрузка пройдет довольно быстро. Ну в смысле, перемещение по локациям будет довольно быстрое. А возможно нет. Надо было сделать закрытую зону, чтобы мы не знали переходы, а покупали их. Хотя еще надо будет разобраться, будем ли мы это бета играть или нет. Потому что конечно сталкер рознь. Вроде игра хорошая, но модов настолько много, что ты даже не знаешь, какой поиграть-то. Так, надо чувствительность мышки увеличить. Геймплей, да, наверное. А звук еще есть, да? Ага. Так, нет, звук управления вот. Вас приветствует единая сталкерская сеть. Всего зарегистрирована польза, зарегистрация нового пользователя. Ага, определенный индикатор. Совершен сталкер. Добро пожаловать в своем учреждении. Братья мои, и воззвал монолит ко мне, и волю видел я, и волю, его величие, и судьбу нашу. Желание его в том, чтобы верные слуги нашли меня, чтобы в нужный час я направил их по истинному пути. А уидиенцы достойны вы во дворце культуры. То есть все одевается в отдельности. Пистолет я взял. Это монолитовская. Это вода. Фонарик. Ага. Приверю к закручку. Мочи способны быть те же самые суровые. Так, а как мне построить КПК? Тихо заданий нет. Ага. То есть я еще все взять должен был, что это. Бумажник, вода, патроны. Да, смотрите, это прям этот. Смы сразу где-то здесь. Задания нет, ничего нет, тайники и так далее. Здоров. Найдется ли работа для меня? Помощь твоя нужна, брат. Мне для починки и улучшения нашего оружия кое-что необходимо, но мне не достает инструментов. Не смогу я обесп... Требует срочная помощь, братья. Нарвался на Химер в центре Прибыти. Южный ДК Энергетика. Оружие кое-что необходимо, но мне не достает инструментов. Не могу я обеспечить братьев крепкой броней и острым мечом. Монолит от слуги нуждается в помощи брата своего. Посему будет сделано. Инструмент для грубой работы понадобится мне. Ждать буду я верного возвращения твоего, ибо видел монолит так. Благодарю. Слушай, твоими тисками воспользуюсь, надо подлатать кое-что. Ну что ж, за тысячу рублей сделаю перерыв минут на пять. Блин, чуть-чуть денег. Так, что у нас по улучшению? Господи. Все покоцанное, да? Торговля. Напильник. Ну смотрите, здесь вроде часть мизерия, не знаю, это ганс лейер или что, но есть. Ладно. Приветствую. Найдется ли работа для меня? Противятся черви его воли и раздить братьев наших продолжают. Великий монолит наградит всех братьев, как обещал. Если преуспеют они в деле очищения нашей святой земли от неверных. Принеси мне то, что братьев воодушевит священный поход, и мы заслужим его милость. Ошивка одиночки, 22. Будет сделано. Так, приветствую тебя, хранитель. Не располагаешь ли ты знаниями путей от окон, наверное, сокрытых для перемещения к нашему лагерю? Ведомо мне это знание. И братьям наших просить могу я показать тебе, но за пожертвование слугам лишь вот куда ходим мы, окраина Припять, окрестностю Питер, рыжий лес. Ага. Чего тебе? Мне бы прикупить чего? А что у него есть? Ага, тут уже поинтереснее, поинтереснее, поинтереснее. Нам, 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 нам. Дорого-то все. Брат, час нужды пробил, перед тобой стою я. Что сотворить могу я для великого монолита? Много работы предстоит сделать тебе, брат. От неверных зона должна быть очищена. Защищать его дары нам должно и преодолевать испытания, не спасла ни монолитом. Веру, дабы нашу проверить. Твои братья также нуждаются в пище и оружии. Оружие. Мы цель тебе дадим, брат. Каждый слуга монолита под взором его, и каждому выполнить свое предназначение стоит. Хвала монолиту, и пусть он благословит тебя. Теперь вступай, брат. Неверным их козням неси очищение против великого. А если работа? Миссия важна. А есть для тебя, брат, у меня. Уничтожить должен ты неверных их лагерь, чтобы братья могли наши в этом месте закрепиться. Готов ли ты очищать? Будет сделано. Благодарю. Бывай. Так. Что у меня есть? Сила проповеди, инструмент, по имени Монолита. То есть я должен куда-то отсюда вылезти и убить здесь всех, да? Ого. В окрестностях Юпитера. В общем, надо будет идти в Юпитер. Как вы там стреляете все? Где я вообще? Погиб сталкер Егор. Мертвый город. Костюм цел. Внутри месива. Плохо, что здесь кончается батарейка. Батарей, батарей. О, я помню это место. Я здесь когда-то всех истреблял. Правда, я слуга Монолита и начинаю с пистолетом, это меня напрягает. Вот они не начинают с пистолета, и это меня тоже напрягает. Это было тупо. Восславим же Монолит. Найдет свою работу для меня. Мы защищаем Монолит. Монолит защищает нас. Мы служим, и зона протягивает великий, великолепный плод. Блещет своим несравненным великолепием. Настолько сильным, что способен разделить силу с нами. Дар Мамины Бусы предстоит добыть. Укрепить силу. Будет сделано. Благодарю. Кого вы там бьетесь? Кого-то там бьют, я должен быть там. Блин, у меня этот хард-мод убивает, че слово. Черт. Жри его! Прости, брат Монолит. Черт. Ну ладно, ожидаемо. Мне кажется, эта игра попадет в обзор. Мои девочки! То есть, без шанса вообще, да? Допустим. А с чем он сам-то влазит? Вопрос. Конечно, если я буду просто истреблять их и не найду кому продавать, это будет обидно. Надеюсь, твоя смерть не будет зря, чувак. Нет, мне надо туда, в зону, и пятера. Как будто он без меня умереть не может. Я даже не вижу эту усталость. Чем мне понравился этот мод Мизери? Тем, что да, конечно, все, куча всего есть. Но это и путает. Мне как-то надо пройти сюда. Это что, только через ангар этот? О, батрик. Походу, только через него. Блин, печаль. Сохранение еще через костры, это вообще жесть. А если я устал? И не знаю, где костер. О, там жмур. Да, все пригодится. Черт. Да, штоп тебя. Мне надо аккуратно выйти, кинуть гранату, и он умрет. Все просто. Но, с другой стороны, это, возможно, влияет в сложность, и я его ничего не делаю. Отстой. Ну, его бы убить, и я бы обжился нормальным оружием. Собак. М-м-м. Создались выстрелы. Да, гранату жалко. Для разделки необходим нож. У меня же есть нож. Прикольно оставлять следы. Так, где-то здесь валялся жмур. Вот он. Граната, веревка, патроны. Вообще, конечно, стрёмное местечко, если честно. Блин, я не знаю, делать обзор его или прям попробовать пройти. Аномалия Авангард, что это? Ну что, радиация теперь есть? Да, словил. Рано мне ещё. Рано мне, братья монолитовцы, рано. То есть, по факту, мне надо выбежать. И как-то уйти туда. А здесь же муров не видно. Хотя это странно. А в какую локацию я это перейду? А, оу. Фак. То есть, я зря через это бежал? А-а-а. Да, из меня человек-картограф, как не знаю кто. У меня выносливость стала отображаться. Вот это новость. То есть, он использует одинаковые патроны, и этот использует одинаковые патроны. Что это такое? То есть, помогать на материалу нужно ещё. Ладно, разберёмся. Так, значит, мне куда надо? Туда, да? Да, вот он, выход на Юпитер. Блин, я бы что-то подумал, через чай сойти. Я ещё думаю, странно. Вроде я же с другой стороны был. Момент. Так, где-то идёт всё-таки стрельба, кого-то убивают, где-то убивают. Кто и где только, скажите мне. Никого, блин, не вижу. Стойте, не убивайте без меня. И тишина. Что это такое? Артефакт ли ты? Классно. Так. Бежим ещё раз. Чё нам делать? Стрельба. Я, конечно, хотел бы свободный мир, воиногруппировок, прочее. Но хотел бы всё равно какой-никакой сюжет посмотреть. А, вы просто этих стреляете. Я-то думал, бежал тут к вам, а вы. У меня где-то здесь вилла, то ли аномалию, то ли ещё что-то. Наверное, это вот это я видел. Ладно. Нам-то-ды. Проблема, мне кажется, у меня будет другая, что я буду набирать много вещей. А продавать будет некому. Может, я назад возвращаться не буду. Ну, возможно, буду. Куда-то туда надо. Дайди, Господи! Сволочь. Кто ты видел? Это я был. Какой фанатик. Походу, откуда где этот гад выпрыгнул. Куда-то отсюда и переход. Что происходит? Куда идти? Господи, вот это... Заходите! Да уж. Вы спросите, чего я молчу? А я отвечу, я ем арбуз. Я же не могу одновременно есть и говорить. Спрашиваете, почему я ем арбуз? Фу ты, арбуз? Потому что сейчас... Ну, типа, ем арбуз при записи. А я отвечу. Мне не страшно. Мы как бы тут... У меня почти 11 вечера. Мне надо съесть арбуз, иначе он к утру пропадёт. А у меня был выбор. Либо есть арбуз, либо записывать. Я решил совместить. Секунду. Вот и выбрались мы. Странные места. Мне надо вот сюда. У меня офигачит радиация. А вывезти? О, это старые патроны, да? Плохой патрон, что-то в тебе. Давай. Чуть хотя бы от радиации избавимся. У меня не аптечек, ничего нет. Вообще классно. Ща возьмём свой первый лагерь. Либо возьмём, либо не возьмём. Ну, её, наверное, лучше обойти. Родят, сколько такая скотина наказывается? Чё он сразу жизни ждёт? Он бы потихоньку начал предупреждать, типа, ты приближаешься. Я откуда знаю все нюансы? Надо бы её как-то обойти Но честно, это просто какой-то кобздец Чё это? Вход в туннель Где бюреры живут? Смотрите, а индикатор выносливости опять сейчас И походу же я буду становиться круче, тем у меня будут напарники А бегать с напарниками это веселее Если это так, то играть можно Если это просто какой-то определённый... ещё один мод Где ты в одиночку всё делаешь, то это отстой И с одной стороны, я предполагаю, что тут за разные фракции разный сюжет Если так, это, конечно, прикольно Но вам, наверное, я за всех проходить не буду Это просто маразм Я люблю сталкера, но не настолько Бит-то мы отбежали Учёный Его можно грохнуть Монолитовица на затоне А как он не увидел-то? Мне кажется, такая сложность не подходит для... Как сказать Для игр, где у тебя изначально нету снаряжения Ого, он у нас заметит, если мы пойдём корточками к нему Давайте, тихо Шаг за шагом Блин, он уходит Крайдёмся Чёрт, он идёт к нам Тихо Да, какого чёрта ты меня увидел? То есть, красота тут тоже не имеет смысла Потому что они тебя видят через кусты Была бы у меня хоть какая-нибудь снайперка бы Я бы им ответил Вот и всё Во имя Монолита Это же учёный Чё залажу? А, всё? То есть, я шёл, чтобы бить его и всё? У меня двуякие чувства, знаете У меня как бы есть пулемёт Ну, я так понимаю, от него толку не так много будет Ээээ, фу! Фу, мелкая фигня Чё, я на вас патроны не тратил А, они не отстают! Беги, сталкер, беги, собака То есть, беги, беги, монолитовец, беги! Смотрите Пришлите пацанов, взрочно Нас напала группа контролёров В тёмной долине То есть, я так понимаю, тут происходят сотни событий, которые То ли генерируются, то ли не генерируются То ли ещё что Пошли вон, крысы тупые И вот, и мы сейчас остановимся здесь И посмотрим, что ещё нас, в принципе, ждёт В общем, получим первые свои деньги Возможно, что-нибудь сможем купить или починить И нам надо будет прийти потом к нему Если у нас квестов по пути не будет То есть, это сюда в рыжелес Да, в рыжелес и к нему В принципе, нормально Тут у нас имеется Ёб твою за ногу Раз, два Что это? Три, четыре, пять А, как раз Пять, шесть, семь Восемь, девять Десять, одиннадцать, двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать Одна локация Вы ёб удали? Нет, извините за мой французский Аааааа, это будет долгое путешествие А пока Всем пока Наш фрес будет продолжать Всем До следующей серии Так уж и быть Две